Я хочу просто сказать, во-первых, что очень приятно приветствовать старых друзей обратно в нашем городе. Джонасон, к сожалению, слишком долго у нас не был. Он был последний раз в 98-го года в Одессе, ездил потом в нами в Великобританию. Он нам привез очень интересное сочинение польского композитора Людомир Ружицкий, кто начал свою карьеру во Львове 1907 года. Этого польского композитора писал 8 оперных спектаклей. Один балет, который считался самым большой польским балетом, которое шло по всему миру, Вена, Праг, разных странах. И он писал несколько фортепиано-концертов. Вот этот первый фортепиано-концерт 1918 года, первое исполнение в Украине. И в связи с этим, что он пришел к нам в такой непростой момент в истории страны, хочу просто вручить ему маленький подарок. Open this up and check it out. In front of the cameras. Open it up, take it out, pull it out. Ah! This is a Ukrainian shirt. This is what you were telling me about this. There you go. Look at that. Fantastic. Thank you. You're very welcome. And I also give him our new disk, which was registered in Naxos. This is the Skorik. Oh, yes. He's written three piano-концерос. Skorik написал three скрипичные концерты. Показываем диск. Это у нас недавно. Вишел в августе в эфир. Исторический запис, прямой эфир с нашими концертами. Прошлый ноябре записан. Суго-режиссор из Лондона. Так что... Welcome to Odessa. Thank you. Yeah. There you got your shirt there. Красивый, кстати. Fantastic. Thank you. You're very welcome. That's really brilliant. No, no. You're very welcome. You're very welcome. Thank you. So, if you saw this program, we played six new songs for 220 years of Odessa. Six songs that the orchestra has never played. And now we also play songs that no one has ever played. I think that no one even knew about this composer. И соединяем это с так называемой польской симфонией великого русского композитора Пётра Ильича Чайковский. Чей тоже второй час это симфония Аллатедеска. Аллатедеска это трёхдольная музыка. Аллатедеска значит по-немецки. Но, скорее всего, вот этот трёхдольный элемент идёт обратно к Моцарт и к Гайден, и потом развился как австрийская народная музыка. Это второй час изумительной симфонии Пётра Ильича Аллатедеска. Но связано с тем, что пятый час финал, это полонез польская, она имеет такое кличко, типа его польская симфония. Вот это у нас программа сейчас на открытии сезон. Вот. Если есть вопросы, пожалуйста, ко мне, к нему. Сколько будет продолжаться сезон? Сезон? Сколько дадут, столько он продолжается. Он у нас обычно всегда идёт до начала июля. То есть оркестр обычно отдыхает месяц, начало-середине июля, всегда по-разному, но, в общем-то, будет идти, дай Бог, как всегда. Какое у вас настроение перед началом сезона? Для меня сезон уже начался, потому что он начался 1 сентября, наш концерт к Дню города, и второй концерт к 2 сентября. Я знаю, что это у нас как официальное открытие. И мне, конечно, нелёгкое настроение в это тяжёлое время, но, как я много раз сказал, музыка нас всем спасает. Тут, на эту сцену, в крайнем случае, музыка спасает, поэтому у меня музыкальное настроение. И следующая неделя у нас 7 симфония Сибелиус, тоже новенькая, которую публика тут не слышал очень-очень много лет. Я вообще думаю, что никто из оркестра это не играл. Вроде бы так мне сказали, что не играли. Значит, это как минимум 35 лет, если вообще, не знаю. Но шикарная 7 симфония Сибелиус, это его последняя симфония. Скажите, пожалуйста, в чём, на ваш взгляд, отличие американской школы и любой западной школы музыкального мастерства от украинской? Вы знаете, это очень трудно обобщать, что это такое именно западное, потому что там везде есть разные школы. Даже если возьмём Греция, да, Греция это, как считается, запад, но, в общем-то, это юг. И греческая музыка это юг и восток по колорит. И у них очень интересные традиции, вы знаете, в Греции, я часто там выступаю, как дирижёр, у них, в национальный оркестр в Афинах и в национальной опере, 90% духовики, все из одного острова, Корфу. Все. И почему там очень большая традиция духовая музыка, она вековая. Почему Корфу? Потому что, получается, Корфу никогда не было под турком. Она была под Венецианской империей, там и много старых оперных театров, и там вот это итальянское влияние, и там создалась именно большая духовая школа. Так же, как и есть на Сицилии, тоже большая духовая школа. Они, естественно, отличаются. И в Австрии, например, тоже такой феномен, что Венский филармонический оркестр, почти никаких из духовиков не родные из города Вена. Они в деревнях, в разных горах, потому что там культивируется именно эта духовая музыка. И в Германии тоже большая школа духовая музыка. Они все немножко разные. И можно очень долго об этом постараться ответить на ваш вопрос. Но в чем это отличается? Это отличается от стран в стран. Струновая культура одна тут у нас, Вене другая, Великобритания третья. Вообще, Скандинавия интересная в музыке, у них тоже своих традиций. И музыка Сибелиус очень отражает это. Это северная музыка. И у них большая музыкальная традиция в этих странах. Что культивируется в Одессе, в Украине? Какие инструменты? Вы знаете, если просто постараться говорить о нашем оркестре, То традиция, наш оркестр в течение всей этой годы, последние 23 года, У него появился и есть, я это отмечаю сам, когда я много езжу с другими оркестрами, У нас сейчас создан свой звук, какой-то свой фирменный звук. Он темный, он теплый, но он тоже темный по краске. И мы это с ним, кстати, обсуждали, он это тоже заметил. Вот сегодня на репетиции, вот именно этого сегодняшнего оркестра, Он отличает его от других коллективов в Украине, Этой школы. Я не знаю, ответил ли я? Нет, ответил ли я. Джонсон, что ты был первым, которым ты обратил внимание, когда ты приехал в Одессу? Что, которое я заметил, что первое время я был здесь в 1998 году, То есть, 16 лет назад. Тут было много строительства. Наверное, было много строительства. Я всегда, я всегда, я помню, когда я здесь был здесь, это было очень красиво. Большие дороги, выносливы, пременады, И много парков, И просто очень красивые здания. И это очень приятно, чтобы приехать сюда, И также, чтобы увидеть эту фантастику. Холл. Может быть, когда ты работаешь здесь все время, иногда мы забываем, чтобы заметить, чтобы обеспечить вещи. Но для меня, чтобы увидеть это снова, я люблю концерт-холлы, как это. Модерные концерт-холлы, да, они хороши акустиками, но нет характера. Но это имеет настоящий характер. И красивый декор, и все о ней. Это фантастик. Если можно переведить, очень трогательно то, что как он говорит про наш зал, и это так и есть. И, к сожалению, не уверен, что вот в этот зал есть легенды в Одессе, которые совершенно неоправданы. Они создались, как многие легенды бывают, но тут нюансы, которые нужно доделать акустически, они не связаны с никаких тут легенды. Вот. И корни, и дух этого зала действительно великолепны. И он это просто сейчас комментировал, это так и есть. Я скажу дальше, для симфонических оркестров, в Украине близко нет такой зал. Близко нет. Но это так. Вот. И он говорил, кроме остальной, что видел много нового строительства, то есть город развивается. Он, правда, приехал только вчера вечер, поэтому только утром видел, но он чувствует, что много менялся город в последний раз. Можно я сказать, когда я был здесь первой раз, я удивился, как много молодых людей там были в союзе. Я сравнил это с Ингландой, Германии, Франции, Польшой, где та rolls с Conflикой лучшей такой расцси, в котором я был очень медлен. Их но здесь, там стало более молодых людей, которые я не могу guess это вернуть. Это очень хорошая ощущение. А ты знаешь, что, джон, это все еще не бессила. Да, это очень круто. Когда мы думали, что все, что существует, есть интересно в поп-музыку и все-таки что-то интересуют поп, или жаз, может быть с много другом музыки, но не так много классическую музыку. И это Это для старых людей, особенно в странах Восточных стран, и я думаю, что в Америке это даже так плохо. Много старых людей. Это как то, что делать. Это как то, что идти на хорошую еду, или идти на специальный мероприятий. Это то, что поставить на вашу социальную календарь. И иногда чувствуешь, что зрители не понимают, как они чувствуют, что они должны быть здесь. Но здесь, потому что здесь есть много молодых людей, это потому что они хотят быть здесь. И это делает большую отличие. Это самое важное, что я помню о Одессе. Молодые люди в Одессе. Он говорит, что самое то, что он вспоминает из Одессы, из публика, что у нас очень много молодежи в публике. Я ему обрадовался, сказал, что это не менялось. Со 16 лет это, слава богу, так и есть. Он говорит, что это сильно отличается от многих стран. Он даже называл и Польши, и, естественно, Америка, Англия, Германия. Он называл, что очень у нас именно тут, слава богу, создан, что к нашему оркестру ходит и молодежь. И это здорово. Он говорит, что он чувствовал, что люди искренне интересуются это. И что это просто очень приятно видеть молодежь в концертах. В связи с этим вопросом, есть какая-то опасность относительно классической музыки? То, что... Это... 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 И... Это... 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 З brainstorm... Он был премьер-министр Польши. Он был премьер-министр Польши. Он был премьер-министр Польши. Он был самый высокий исполнитель в мире. Все, что он сделал, он был просто фантастик. Он мог поговорить шесть языков. Он владел гостей. Он владел виноделец. И это для Хобарта. Потому что он был американцем. Он также представил зинфандель в калифорнию. То есть Падеревский привез до Калифорнии виноград зинфандель. Видишь, что-то я не знал. Очень интересная фигура. Но я учусь. У меня ученики 20-21 лет. И они никогда не слышали о Падеревский. Но он был только 70 лет. И он был самый известный пианист в мире. Есть записи его. Есть его собственные записи. И поэтому эта музыка будет продолжаться. Спасибо. Хорошо. Спасибо.